Виктория и Юлия Сегодня я предлагаю от души позаниматься на тренажерах Не знаю, Юль, а мы не переборщим? В смысле? Но лично я не хочу нарастить себе огромную груду мышц И выглядеть потом как Шварценеггер в женском обличии А я, между прочим, читала, чтобы сохранить фигуру и сберечь женственность Необходимо заниматься именно бодибилдингом Юль, я предлагаю проверить это на себе А за компетентным мнением мы, как всегда, обратимся к специалистам фитнес-центра Витаклаб Полностью с тобой согласна Отправляемся в фитнес-центр и будем разбираться, что же такое женский бодибилдинг Здравствуйте! Вот мы с Викторией решили заняться женским бодибилдингом Скажите, пожалуйста, что нам для этого нужно? Здравствуйте! Любая женщина, придя в спортзал, особенно в тренажерный Определяет для себя, каких результатов она хочет добиться от этих силовых занятий Если она хочет похудеть или привести фигуру в порядок, например, после родов Потянуть обвисший живот, то бодибилдинг ей в этом очень поможет Олеся, скажите, а вот если женщина готова приступить к серьезным занятиям с отягощением И стать в один ряд со знаменитыми бодибилдерами Что делать в этом случае? Добро пожаловать в тренажерный зал Только от нее потребуется упорство и тяжелый физический труд Для достижения хорошего результата Но это не значит, что она превратится в мужчину Этого не случится Скажите, пожалуйста, наверняка девушки, которые делают силовые упражнения, имеют много мышц Почему же мы их не видим тогда в спортзале и на улице? Ученые доказали, что на развитие мускулатуры у женщин влияют многие факторы Это генетика, уровень тестостерона особенно важен Потому что у женщин он содержится в минимальном количестве И поэтому груда мышц им никак не грозит Олесь, скажите, а идеальная фигура какая она? На протяжении всего времени идеал женщины постоянно меняется Вспомните, например, Мерлин Монро из сегодняшних ватомоделей Но постепенно худощавая фигура уходит на второй план И сейчас и в моде девушки спортивного телосложения Ну что, будем становиться модными и спортивными Предлагаю начать заниматься на тренажерах Мерлин Монро из сегодняшних ватомоделей Мерлин Монро из сегодняшних ватомоделей Создавать собственное тело, наполняя его силой и красотой Это роскошь доступна мужчинам так же, как и женщинам Хотя прекрасная половина человечества сравнительно недавно вкусила и осознала прелесть культуризма И сейчас успешно его осваивает на практике Многие женщины пришли в спорт для тренировки своего тела, для здоровья, укрепления и развития мышц И заботясь о своей внешности Женский бодибилдинг на первый взгляд кажется аналогичным мужскому, но кардинально отличается Причин этому несколько Девушкам не нужно наращивать большие мышцы, чтобы быть красивыми В основном тренировка нацелена на сжигание лишнего жира и калорий Акцент нагрузки идет на верхнюю часть тела У женщин мотивация к поддержанию красивой внешности во много раз выше, чем у мужчин Они способны заниматься в зале долго и усердно, причем делать это годами Обмен веществ у женщин значительно медленнее, чем у мужчин Поэтому их тело потребует меньшее количество калорий для обеспечения этой энергией Главная цель бодибилдинга заключается в том, чтобы не стать похожими на кого-то А увидеть на что способны вы и ваше тело Итак, если вы хотите быть здоровой, красивой и сильной То обязательно начните заниматься бодибилдингом Все проблемы он не решит, но поможет улучшить самочувствие и настроение на весь день Тренировка мне очень понравилась Один вопрос только не дает мне покоя Не будет ли у меня перекачанная фигура? Наоборот, силовые тренировки помогают женщинам стать стройнее Потому что они помогают сжигать жировую массу И женщинам силовая подготовка более важна, чем мужчинам Скажите, пожалуйста, а сколько потребуется времени в неделю, чтобы достичь видимых результатов? Достаточно трех раз в неделю, чтобы достичь своей цели Но хочу сказать, что силовые упражнения прибавляют вам мышц, а значит прибавляют вес И на весах вам может показаться, что вы встали наоборот тяжелее Не стоит смотреть на весы Нужно измерять себя лентой сантиметровой или ориентироваться в зеркало То есть оптика важнее, чем цифра на весах Получается, что из-за роста мышц мы набираем вес? Да, это так, потому что мышцы тяжелее жира Однако не забывайте, что жир надо сбрасывать То есть тренировки должны быть интенсивные, силовые, на сжигание Итак, девочки, давайте подведем итоги нашей беседы Занимаясь мы, женщины, приобретаем женскую привлекательность А также обзаводимся структурным мышечным корсетом И еще один совет Присмотрите в тренажерном зале и возьмите в наставнике грамотного тренера Он поможет вам скорректировать питание, подобрать тренировку, которая подходит именно вам И вы добьетесь результатов на кратчайшие сроки И в завершении хочется сказать Посещая спортзал, вам не о чем сожалеть Даже если вы не станете чемпионами, вы все равно будете лучше Поэтому не теряйте времени Приходите к нам в фитнес-центр Витаклаб А опытные специалисты помогут вам в этом И будьте в форме! Редактор субтитров А.Семкин